Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Ситникова. Итак, мои хорошие, новый проект. Начала я новый проект. Конечно же, не обошлось шапочкой. Мысли полетели, фантазия разыгралась. И родился вот такой новый проект. Сначала я хотела связать что-то типа короткого снуда. Потом дальше захотелось связать манишку. Но сейчас в итоге я хочу связать пончо. Сейчас покажу фото, которым я делилась в Одноклассниках, наверное, месяц назад. И спрашивала, будем ли мы вязать эту модель. Немного было комментариев, но некоторые захотели это связать. Сейчас покажу фото. Вот фото этой модели. Честно сказать, я весь интернет перерыла, чтобы найти описание, но я его так и не нашла. Но здесь достаточно хорошее фото, хорошего качества. И тем более мой узор, который я немножко изменила. И как бы вот с этим свитером или что это, пончо. Он очень гармонирует и, кстати, очень похож. В общем, буду вязать вот такое пончо. Если найдете описание в интернете, пожалуйста, как-то дайте мне знать. Либо ссылку отправьте в Одноклассники, либо ВКонтакте, либо мне на почту mon69inbox.ru И я потом эту ссылочку закреплю к комментариям, вот к этой работе. Ну, если есть начинающие вязальщицы, я думаю, что они есть. Эта ссылка будет, конечно же, полезна всем. Повторюсь, что я искала, я не нашла эту модель описания. Сейчас покажу похожую модель. И там есть описание. Вот это похожая модель. И к этой модели вот есть описание. Возможно, можно этим описанием воспользоваться и на основе этих знаний связать ту первую модель, первое пончо. Это тоже красивое, но как-то все, ну, мне не нравится верх. Уж слишком здесь какие-то ярко выраженные косы. Хочется какой-то нежности, хочется немножко, чтобы это было гладким, не таким пышным, как на этой модели. Ну, а там, конечно же, кому что нравится. Ссылку на вот это пончо я оставлю под этим видео. Итак, из какой же пряжи я это вяжу? Это пряжа Ангора 2 от Мидары. 242-й оттенок, если я правильно поняла. Ну, в общем, розовый оттенок. Наверное, да, все-таки 242-й. Мне очень нравится эта пряжа. Вторая пряжа, это итальянская пряжа от Би-Би-Би Ситал. Тоже вот такой вот очень нежный оттеночек. Значит, какой здесь колор. Сейчас посмотрим. Колор 174-й. И еще одна пряжа, которую я нашла у себя в запасах. Это дорогущий натуральный шелк. Этому шелку 100 лет в обед. У меня еще не было канала, когда я увлекалась ирландским кружевом. Я покупала этот шелк у женщины на одноклассниках, которая вот занимается продажей пряжи. Уже честно сказать, я не помню ни как звать, в общем, ничего не помню. Но помню, что покупала там. В общем, не пошел у меня этот шелк для ирландского кружева. А сейчас очень, кстати, пригодился. Два сложения вот этой тонюсенькой ниточки я использовала, использую в этом понче. То есть Ситал, Мидара и два сложения вот этого шелка. Сейчас мне нужно будет намотать моточки, чтобы сделать два сложения. Но я вот как раз все вывязала, то, что у меня было в клубочках, и решила снять ролик, показать вам, что у меня получается. Значит, как я вязала? Начинала я вязать с четверки. 88 петель у меня набрано было на спицы 4. Провязав вот где-то вот это вот расстояние, я стала менять спицы. Уже где и как и что, я, конечно же, точно вам не скажу. Но начинала с четверки, потом 4,5, потом 5, потом 5,5. И в итоге сейчас я вяжу на шестерке. Посмотрите, какая нежность нежная. Пончо будет очень легким и к тому же очень теплым. И получится вот такой замечательный комплект с этой шапочкой. Значит, если мы посмотрим на фото, вот немножко об этой модели хочу поговорить с вами, порассуждать, так скажем. Вот если мы посмотрим на фото, то здесь мы видим вот эти косы, которые идут... Сейчас возьму какую-то указку, сломанную спицу. Они идут, вот если посчитать, раз, два, три, четыре, ну и, наверное, столько же с другой стороны, то есть со спины. И они не расширяются. Видите, вот коса идет полосой. Расширяются клинья между этими косами. Тоже можно так связать, и очень красиво смотрится. Ну, просто, я не знаю, мне очень нравится эта модель. Видите, она не просто еще низ мне нравится. То есть дальше, после рукава, там идет закругление с одной стороны и закругление с другой стороны. Вот. Я же вяжу, если вы посмотрите, у меня вяжется наоборот. У меня идет расширение не в клиньях, а в самих косах. У меня идет, вот как шла резиночка, вот эта выделенная, да, одна полоса. Потом я внедрила узор косы. Здесь коса шла из четырех, ну, то есть два на два получается, из четырех петель. Дальше я увеличила косу, уже здесь у меня пошли восемь петель. Ну, а потом пошло расширение. В общем, такая размытая коса, я бы так ее назвала. То есть, видите, идет жгутик. Мы так вязали, кстати, с вами подобную косу в джемпере Мираж от Светланы Волкодав. Здесь идет, видите, как перекрещивание прямо, с другой стороны наоборот. И, конечно же, меняется направление перекрещивания. С другой стороны наоборот. Вяжутся там три или четыре петли, и потом перекрещивание. И вот этот жгут, он расширяется. А вот эти полоски, они остаются константно. То есть, они не меняются, они будут идти до конца низа изделия. Вот, пожалуйста, вам еще одна интерпретация, как можно расширить полотно. То есть, либо в косах, либо в клине. Здесь на фото, ну, очень хорошо видно. Зайдите ко мне в Одноклассниках, там есть эта заметка. К сожалению, фото не принадлежит мне, и я не могу его вставить, ну, где-то в сообществе оставить на Ютубе. Но в Одноклассниках оно есть. Если я найду ссылку на интернет, ну, где я нашла вот это фото, я оставлю, вы потом посмотрите, скачаете. Здесь все, ну, вот, посмотрите, видны даже места прибавок. Вот, видите, в клинях места прибавок, их можно даже по рядам посчитать и связать. Так что можно и без описания. Я же делала, как видите, расширение в косах. Сейчас у меня уже на, значит, спицах 217 петель. Начинала с 88, 217 петель сейчас у меня. И хочу сказать, как же удобно пользоваться вот этими всеми благами набора спица и спиц Джинджер. То есть у меня уже здесь два коннектора. Я три лески соединила. Я могу все это дело примерить, посмотреть, как это выглядит. Не нужно никуда переснимать. Потом просто этот коннектор откручу и как бы буду вязать на одной леске. Очень довольна я этими спицами. Девочки, у меня ничего не откручивается. Честное-пречестное. Я ни разу, у меня еще спица от Кнетро не открутилась из этого набора. Я очень рада. Так, что еще? Значит, я просчиталась, сразу хочу сказать, вот эти 88 петель я просчиталась, нужно было набрать на один рапорт больше. Но тогда у меня по гору было бы больше. Короче, смотрите, у меня получается вот таких секторов с косами 11. Это нечетное число. Понимаете, да? То есть, когда я перейду для того, чтобы вывязать вот этот рукав, ну, там такой вот он, небольшой, но все равно нужно будет соединить. Конечно, это не критично. Это не рукав, реглан там, да, когда у нас должна спинка равняться переду. Я имею в виду по петлям. Но, тем не менее, имейте это в виду. Вот, если будете вязать, все же нужно рассчитать, чтобы число вот этих клиньев было четным. У меня вот таких клиньев 11. То есть, у меня по спинке, допустим, получается 5, по переду 6. Ну, или наоборот. Что я сделала? Как я вышла из положения? Увидела я уже это, конечно же, поздно, и перевязывать такую махину. Но мне совсем-совсем не хотелось. Смотрите, что я сделала. Вот здесь вот у меня 2 изнаночных между вот этой полоской. А по спине на каком-то расстоянии я сделала, видите, 3 изнаночных. Тем самым я добавила 8 петель. То есть, у меня уже спинка, получается, увеличилась на 8 петель. А вот этот вот сам рапорт косы изначально был 16 петель. То есть, мне остается добрать еще каким-то образом увеличить спинку на 8 петель. И тогда количество петель будет равным. Ну, как бы спина будет равняться переду по петлям. Так что, вот, имейте это в виду. Может быть, в этом пончу, повторюсь, это и не будет критичным, потому что, ну, рукав будет в самом низу там, если можно сказать, что это рукав. Вот, я бы сказала, такой фиксирующий манжет. В общем, как-то так. Ничего сложного нет. Я вяжу без всяких расчетов. Абсолютно без всяких расчетов. То есть, я примеряю на себя. Леска мне позволяет. То есть, я провязала, одела, посмотрела. Ага. Смотрю, мне нужно прибавить петли. Прибавила. В это, в секциях. Я прибавляю в секциях, конечно, вот там, где моя коса. Вот, в принципе, и все. Как я буду там дальше присоединять этот манжет, а-ля рукав, я потом, конечно же, вам расскажу. Единственное, что еще хочу сказать, одну хитрость. Вот, если мы посмотрим на эту картинку, то места прибавок мы видим. Ну, они незаметны, но все равно они видны. Вот прибавка, вот прибавка. Видите, они где-то посередине вот этого клина. У меня прибавок не видно вообще. Что я делала? Значит, во-первых, вам нужно выбрать такт, где у вас будет, через сколько рядов у вас будет вот это перекрещивание. У меня здесь 10 рядов. В 11-м я делаю перекрещивание вот этих жгутиков. Вот здесь вот, получается, вяжу прямо 11 рядов. 10 рядов, вернее, в 11-м перекрещивании. Вот в 10-м ряду, перед рядом перекрещиваний, я делаю прибавки. И прибавки делаю, соответственно, смотрю, где у меня будет перекрещивание. Если с правой стороны, я, конечно же, прибавку делаю с правой стороны. Если с левой стороны, я прибавку делаю с левой стороны. И вот эти вот прибавки, следующий же ряд у нас, ряд перекрещиваний, они прячутся в жгутик сам. И их практически не видно. Получается, как будто вот у вас коса расширяется сама собой. А где вы там делали эти прибавки, их совершенно не видно. Девочки, я прошу прощения за шорканье в кадрах. Это мой пуховик. Я сейчас нахожусь на балконе. У нас на улице минус 19 градусов мороза. А самое светлое место в квартире – это балкон. Поэтому я одета вот так вот. Вот вы спрашиваете, тапочки у вас холодно? Вот я на балконе вам мастер-класс снимаю. Я в этих тапках и голые ноги. Ну и, естественно, в пуховике. И вот этот пуховик у меня шоркает. Поэтому я дико извиняюсь, но лучше уж пусть он пошоркает, но зато будет видно хорошо, чем при искусственном освещении в квартире снимать. Что еще хочу сказать по расходу пряжи? Вот эта пряжа Мидара – это просто вообще… Вот у меня таких 200 грамм пряжи. Был моточек, естественно, я смотала. Один 100 грамм и второй 100 грамм. Смотрите, что у меня по расходу. Сейчас у меня вот это связано 40 сантиметров. Кстати, я брызгала из распылителя просто водой, чтобы полотно выпрямилось. Посмотреть, как оно меняет длину. Оно еще вытянется. Вот, было до брызгания, до увлажнения 37 сантиметров, сейчас 40 сантиметров. Вот я чуть-чуть побрызгала. Так вот, вот эти 40 сантиметров ушло, внимание, 46 грамм Мидары. Представляете, 46 грамм всего. Два моточка сетала по 25 грамм. Вот я только-только присоединила третий моточек. Ну и вот этого шелка, я не знаю, но может быть грамма 3 ушло, потому что он очень легкий и очень тонкий. Так что я рекомендую вам вот эту пряжу Мидара. Во-первых, она очень теплая и очень легкая полотно. И даже вот такие косы, которые забирают много пряжи, и в итоге получается тяжелое изделие, это не про пряжу Мидара. Получится очень легкая, воздушная пончо. Так что вот такой у меня новый проект. Конечно же, жду ваши комментарии. Только, пожалуйста, очень прошу, если вам что-то не нравится, девочки, пожалуйста, не пишите мне об этом, лучше промолчите. Если вам так хочется, поставьте дизлайк и успокойтесь на этом. Вот давайте по существу. Я как бы возвращаюсь опять к негативу на канале, к негативным комментариям. Если вам не нравится то, что я вижу, как это сидит на мне, подходит ли это мне по возрасту, пожалуйста, вот такие комментарии и таких комментаторов я буду сразу блокировать. Особенно, когда вы переходите на личности. Давайте все-таки будем немножко тактичными, воспитанными и будем, ну, добры друг другу, что ли. Если вам не нравится, поставьте дизлайк и промолчите. Если какой-то вопрос, пишите по существу. И вот такие комментарии с обсуждением меня, моего возраста, моих моделей. Давайте я не хочу их читать. Мы все-таки учимся, мы все-таки вяжем, и вкусы у всех разные, и я не доллар, чтобы нравиться всем. Поэтому пишите комментарии по существу или лучше вообще их не пишите, если вам что-то не нравится и у вас вызывает это отвращение. Оставьте свои эмоции, пожалуйста, при себе. Ну, а комментарии с вопросами я, конечно же, если смогу, всегда помогу вам и всегда отвечу на ваши вопросы. Ну вот, мои хорошие, на этом я буду заканчивать сегодняшний ролик. Жду ваши комментарии. Жду ваши комментарии по поводу этой модели. Будете ли вы вязать ее вместе со мной? Нравится она вам или не нравится? Ну и на этом все. Я вас всех обнимаю, всех люблю. И до скорых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока.